Юный специалист проводит экспертизу грунта на месте будущей школы в жилом комплексе Волгарь. Он и еще сотни малышей, а также их родители, могут быть уверены, далеко ходить за знаниями будет не надо. Уже 1 сентября 2017 года школа откроет двери для своих первых учеников. У нас первый подрастает, как раз через два года ему идти в школу. Мы очень рассчитываем, что мы пойдем именно по месту жительства в двух шагах. Так же, как этот садик, мы хотим пойти в эту же школу, потому что это рядом, удобно. И не только я на это рассчитываю, а рассчитывают все ребятишки и все родители. Историческое событие в жилом комплексе Волгарь собрало десятки свидетелей. Первые лица области и города, а также сами будущие ученики школы торжественно заложили первый камень в ее строительство. Это будет современная школа на 40 классов, тысячу учеников. В проекте актовый зал, библиотека, два спортзала, мастерские и столовая с кухней. В жизни любого человека это самая, наверное, важная вещь – получить хорошие, прочные знания. Когда мир так развивается, когда новые и новые вызовы перед человечеством. Задача власти – вывести систему образования на новый уровень, подчеркнул губернатор. Только в 2014 году в области введено в эксплуатацию 14 детских садов. В регионе создается Центр одаренных детей, а эта школа уже вторая в Самаре, строительство которой начато в этом году. Весной было положено начало школе в микрорайоне «Крутые ключи». Таких событий в истории Самары не было последние 20 лет. Это говорит о том, что те преобразования, которые идут в области и в Самаре, они фактически необратимы. Это очень радует. Это дает уверенность в том, что город будет преображаться, что молодежь будет оставаться здесь учиться, работать, создавать семьи. И стремиться к своему собственному счастью. Глава администрации города Олег Фурсов отметил, что в будущем и в центральных районах Самары тоже будут появляться новые школы. Сейчас дети учатся в две, а то и в три смены. Задача – сделать так, чтобы уже в 2020 году занятия проходили в одну смену. Марина Матвеевична, Станислав Левин. События.